так всех приветствую сегодня структуре продающего видео мы сегодня разберем три видеоролика наша основная задача разобрать и понять как создавать видео для бизнеса причем мы в идеале всегда лучше обратиться к продакшену к специалистам которые смогут выявить основные преимущества смысла придумать креатив создать видеоролик но часто бывает что малый бизнес нет возможности и лучше сделать видеопрезентацию себя бюджетно то есть сделать это самостоятельно или по крайней мере отдать хотя бы на монтаж или отдать видеосъемку и сегодня про базовые моменты разобрав несколько видеороликов для разных целей как это лучше сделать самостоятельно немного познакомиться меня зовут михаил салаев я видеомаркетолог основатель агентства по видеомаркетингу на виду кейсы различные есть в том числе 9 рублей за подписчика 3 рубля за переход на сайт 16000 переходов с youtube за 9 месяцев мы занимаемся комплексным продвижением бизнеса с помощью создания видеороликов продвижения их youtube и настройки видеорекламой конечно же в этом процессе у нас активно участвует видеоролики и сейчас мы об этом поговорим для тех кому интересна эта тема сегодня самое сложное было это уместить четырех часовую лекцию в короткие там 45 минут ну то есть максимально ужать поэтому если вам интересны еще другие темы которые увидите вы можете мне написать в личку в telegram whatsapp куда угодно или если эту презентацию вам вышлют вы можете нажать написать и вот сап напрямую что было удобней сегодня только самые базовые моменты сейчас будет все довольно упрощенно но это самое главное чего отталкивается вообще структура каждого видеоролика мы сегодня рассмотрим информационные видео и рекламные мы для себя делим информационные видеоролики если мы рассматриваем для бизнеса это видео от 50 минут то есть большим хронометражом не короткие 30 15 секунд и и основная их задача передать информацию они могут быть двух типов или они полезны и то есть они передают какую-то какого-то рода информацию чему-то учат при этом раскрывают преимущества особенности экспертность компании или развлекательные сегодня будет про полезные рекламные продающие видеоролики мы делим на рациональное и эмоциональное рациональное это когда мы просто так сказать на камеру диктор рассказываем о преимуществах компании для кого мы делаем что мы делаем что вы получите какие будут выгоды закрываем возражение прочее то есть рационально объясняем эмоционально это видеоролики которые вы видите креативные для больших брендов на телевидении в интернете где есть какая-то история где есть актеры и это не тема сегодняшнего вебинара и есть еще формат специфические но сегодня мы это опустим различные форматы для социальных сетей вертикального формата и и прочее бумеранги и другие самое основное продающие видео что себя включает если очень крупными пикселями у каждого бизнеса компании есть ключевые смыслы то есть те преимущества те сообщения месседжи которые мы должны донести до целевой аудитории для того чтобы они с нами познакомились и захотели начать с нами общаться и купить а и каждому ключевому смыслу в видеоролике мы должны еще приложить доказательства этого смысла причем доказательства могут быть разными это могут быть визуальные когда мы показали какой результат произвел наш продукт или мы показали сам продукт или это могут быть цифры когда мы описываем наши кейсы если мы например занимаемся digital продвижением в интернете ну и любые кейсы в том числе можно показывать или скриншоты или показывает наш офис производства то есть все что рассказывает и компании доказывает что она реально существует это основа рационального рекламного ролика базовая структура видео это когда нам нужно ответить на пять ключевых вопросов вот на самом деле структуры они там более тонкие могут быть и мы к этому придем но вообще по сути это ответы на вопросы что а вы делаете что у вас за продукт второй вопрос мы отвечаем для кого мы это делаем а зачем этот продукт этой целевой аудитории вам зрителю там клиенту нужен почему стоит покупать у вас и почему сейчас и лучше всего это перевернуть отвечать на эти вопросы со стороны от клиента то есть кто вы и что вы делаете это задает клиент вам вопрос вы мне вообще сможете помочь конкретно мне вот мы как бы из май моя аудитория а мне нужен этот продукт почему я должен вам верить и что я должен сделать а теперь структура трейлера канала мы сейчас рассмотрим конкретный видеоролик на 60 секунд это формат цель которого получать дешевых целевых подписчиков на youtube канал это по сути мы тоже называем продающим роликом потому что продающий ролик который закрывает на некое следующее действие которое нам необходимо или как бы на ключевой элемент воронки продаж например у клиента гараж тег это обустройство гаражей под ключ их канал youtube работает на прогрев то есть люди которые смотрят и узнают о такой системе они потом оставляют заявки и это можно увидеть например в отложенных конверсиях что там например за последний год около двух тысяч конверсий на сайте они были с участием ютуба а но нам нужно собирать подписчиков которые будут смотреть видеоролики будут приходить уведомления для этого мы создаем некий видеоролик короткий на 60 секунд в нем мы объясняем сначала по структуре я сейчас по тексту а потом уже покажу разберем видео что вы предлагаете а коротко сразу призыв первый призыв обязательно в самом начале видео мы сразу объясняем зрители что мы приглашаем подписаться на канал а дальше зритель понимает что мы будем объяснять о чем этот канал мы не уводим вот это некую не делаем какую-то скрытость и не показываем в конце ролика потому что очень много просто не досмотрят самом начале раскрываем свои карты потом мы говорим о канале одной фразой коротко о чем канал что в принципе вообще тему понял человек зритель если вы это за первые шесть секунд захватила внимание он не нажимает пропустить если он смотрел через рекламу при ролл и стрим в ютубе и мы дальше рассказываем для кого для кого этот канал youtube что вы узнаете на этом канале какой вы получите результат выгоды какая будет новая реальность если вы изучите эти видеоролики если вы узнаете какой будет у вас гараж и как это можно добиться мы рассказываем про форматы рубрики примеры тем и иногда можно отличие от конкурентов то есть если у вас есть позиционирование вы концепцию канал разработали понять чем вы отличаетесь и чем ваше преимущество то есть например на нашем канале про видеомаркетинг мы рассказываем в большей степени для бизнеса и о стратегических моментах и меньше рассказываем о каких-то пошаговых инструкциях для новичков и призыв 2 когда уже повторяем еще раз подписывайтесь ну и в конце нам нужно дополнительные элементы и показываем кадры со страниц канала из видеороликов визуализируем причем для того чтобы создать трейлер канала опять же бюджета не обязательно что-то дополнительно снимать то есть это можно сделать записав дикторский голос это можно взять кадры существующего youtube канала ну или да придется сделать подсъемку там офиса продукта и может быть снять спикер на зеленом фоне ему его вырезать то есть есть разные варианты сейчас мы показываем самый упрощенный давайте посмотрим сейчас чтобы у нас все это в голове сложилось он небольшой мы его полностью посмотрим потом уже по быстренько пробежимся по частям друзья обязательно подпишитесь на канал гараж тек первый в мире влог о создании вашего идеального гаража для владельцев загородных домов настоящих и будущих вы знаете как правильно хранить вещи как освободить и организовать пространство какие бывают аксессуары и видоотделки как сделать ваш дом безопаснее и комфортнее вы увидите реальные гаражи известных людей поговорим с владельцами расскажем об ошибках при проектировании ремонте покажем как происходит процесс обустройства ваш гараж станет не только местом хранения автомобиля но и эргономичным помещением где у каждой вещи будет свое место и в нем приятно будет находиться как обустроить гараж так чтобы он был удобным с вами денис бутенко и наш канал о том как сделать гараж идеально на сто процентов по сути мы рассказали в целом что человек увидит на канале интересно конечно было бы узнать вашу обратную связь стало бы вам интересно вообще ознакомиться такой системой его было бы интерес вообще интересно либо увидеть что такие гаражи вообще принципе бывают и теперь почти по частям смотрим ну во первых начале нам нужна запоминаемость мы этот трейлер показываем собственно и главное не сказал это тренер трейлер генерит подписчика за 9 рублей причем в период коронавируса у нас там конкуренция упала то есть он даже до 4 рублей опускался какие-то моменты иногда поднимается то не знаю до 13 примерно плавает 9 рублей в среднем начале мы показываем логотип и объясняем что это за канал сразу с призывом первым друзья обязательно подпишитесь на канал гараж так первый в мире бог о создании вашего идеального гаража то есть уже сразу подпишитесь на канал друзья обращения голос такой немножко эмоциональный первый канал об устройстве вашего гаража то есть объяснили сразу о чем теперь раскрываем дальше для владельцев загородных домов настоящих и будущих и здесь еще одну для кого объяснили здесь же также по кадрам важно показать чтобы это было знакомо целевой аудитории то есть и только что живет в загородных домах дачу у кого есть показать сразу вот вот машина вот гараж и заезжает вот так он выглядит общие планы то есть сразу заинтересовать картинка потому что здесь очень сильно продает картинка переходим дальше вы знаете как правильно хранить вещи как освободить и организовать пространство какие бывают аксессуары или до отделки то есть мы объясняем что человек узнает в чем будет ценность его если он подпишется на канал или будет смотреть видеоролики как сделать ваш дом безопаснее и комфортнее и здесь уже пошли выгоды потому что в первую очередь особенно для женской женской половины населения очень важно комфорт удобство что все было аккуратненько красивый уют вокруг себя создать это вот именно про эту тему это тоже мы включаем в текст ну еще один момент тоже кадры максимально старались не повторять кадр как каждый кадр какой-то новый смысл то есть если шкаф вешается он двигается мы должны донести то что это конструктор конструированная система и можно вешать куда угодно как угодно переставляйте в этом ее преимущество и вот сейчас момент когда нам нужно показать звездных клиентов если в вашем бизнесе вашего клиента есть звездные клиенты хорошо бы это тоже обозначить знакомые лица вызывает дополнительно доверие ну эфир от телепрограммы известных людей поговорим с владельцами расскажем об ошибках при проектировании ремонте опять же что будет на канале форматы то есть мы поговорим с владельцами и как можно заметить мы внедряем аккуратненько титры которые дублируют какие-то основные смыслы то есть смысл и нужно добавлять и вообще в принципе трейлер канала его могут ютубе начать смотреть если в рекламе например без звука там первые 30 секунд правда там могут отображаться субтитры но титры дополнительные тоже будут помогать определить вообще о чем видеоролик покажем как происходит процесс обустройства ваш гараж станет не только местом хранения автомобиля но и эргономичным помещением где у каждой вещи будет свое место ну то есть по сути ради чего это делается это чтобы у каждой вещи было свое место самая главная боль это бардак естественно что вроде гаража зачем но на самом деле это может быть как жилое помещение дома мы это объясняем и в нем приятно будет находиться как обустроить гараж так чтобы он был удобным с вами денис бутенко и вообще этот видеоролик если вы делаете 40 секунд максимум 60 мы здесь немножко затянули немножечко пришлось поспорить с основателем он собственно сейчас и в кадре он ведет блок нам нужно было показать ведущего он тоже лицо компании его нужно продвигать и еще плюс на самом деле этот кадр он такой показывает комфорт который может быть внутри гаража и как это может выглядеть и ради этого мы решили все-таки поставить кадр какой итог но он ролик чуть-чуть получился затянуто но это как бы на зато на результаты сильно не повлияло и наш канал о том как сделать гараж идеально на сто процентов ну и завершающие это элемент в конце я сейчас сейчас хочу показать это на сайте то есть мы в конце обязательно ставим с открываем то есть у нас идет анимация и стрелочки они анимационные вниз потому что здесь у нас как раз подписка плюс у нас здесь на протяжении концовки мы даем время на то чтобы человек успел подписаться плюс здесь возникают элементы на стенке что тоже раскрывает дополнительный смысл то есть один второй третий то есть конструкторная система такая все с этим этим роликом закончили следующий погнали так дальше что важно для создания видео вообще в идеале когда мы создаем видео для бизнеса она может совершенно разным она может быть на сайте на странице спасибо для рассылки для youtube канала может быть это будет отдел продаж использовать может быть будут на выставке то есть мы отвечаем на вопросы во первых где мы касаемся с клиентом через это видео от этого зависит какое видео будет если вы даже отдаете делегируете вы тоже должны ответить на этот вопрос какую информацию нужно донести в этом видеоролике ради чего мы его делаем то есть у каждого видеоролика должна быть цель и четко понимание следующего действия ну как и любой рекламы но это часто упускают а что должен подумать своими словами что должен подумать зритель и сделать действительно информации то что предлагаете будут полезны интересные клиенту это такой вот вопрос он отсекает вначале из того например вы придумали 10 м отсекает ненужное вот реально действительно это нужно не нужно продаст не продаст насколько это эффективно или нет и вообще грамотно если делать как происходит создание видео для youtube а или для вот прогревающие воронки видео презентации рекламные ролики ведущие зрители на сайт трафик на сайт это понимание концепции канала от концепции у нас идет сбор семантического ядра для youtube а специфический эта тема понимание общей темы ролика под семантику под определенный ключевой запрос из темы выходит конкретный заголовок названием понимаем какой будет видео и по сути мы они очень часто вот ну какой-то информационный виде куда создают какую-то тему вдруг да взбрело в голову до быстренько наговорили хорошо и кстати лучше так делать чем никак не делать но в идеале когда мы еще ориентируемся на то что люди ищут ю тубе сами то есть что востребовано мы можем в ю тубе набирать ключевые запросы смотреть по специальному плагину видать ют есть определенные способы анализировать конкуренцию и выявлять те запросы как у которых максимально много трафика при этом низкая конкуренция ну и начальном этапе чтобы это было то 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 видео которое низкочастотные так скажем то есть в него было легче попасть не очень сильно раскрученному каналу и уже под это понимая тему заголовок мы подбираем несколько ключей которые будут заголовки ну или какой-то один основной ключ а мы уже поэтому пишем структуру видеоролика о чем и как пишется дикторский текст или текста для спикера и уже далее сценарий сценарий это когда у нас не только текст для спикера также есть понимание видеоряда и титров дальше что важно для клиента это мы для себя вывели а вот вообще зачем видео и что в первую очередь мы должны закрывать видеоролик когда мы создаем во первых мы должны показать ради чего общее видео что вы реально существуете то есть есть офис производства награды продукт и ну как бы когда человек он вначале когда выбирает подрядчиков он первое смотрит на то что вы есть или нет вот это мы должны так показать самым первым второй этап вы можете решить его проблему здесь уже скорее будут работать информационные видеоролики которые собраны в виде мы их называем видео кейсы где вы рассказываете о том как вы решили проблему клиента причем вы показываете это пошагово с инструкцией пониманием что можно сделать чтобы примерно в этом же направлении получить результат и еще плюс прибавляется отзыв клиента видеокейстер и отзыв который ну как бы доказывает что да реально ребята делали вот такие вот моменты то то получилось то есть это полезные ролики одновременно продающие они самые самые ходовые лучше всего продают и они вот вы можете решить проблему они могут вот это вот утвердительно ответит ответить сколько вы стоите очень важный вопрос который всегда люди задают на следующем этапе всегда очень часто забывает про те видео которые будут объяснять цену объяснять не только рассказывать продукты в целом а обосновывать цену объясните что туда входит а еще вы складывается цена что может очень облегчать работу отдела продаж наличие такого видеоролика и в гараж теке есть видео которое посвящено сколько стоит дизайн проект конкретно из чего он состоит почему столько стоит сколько стоит вообще об устройство гаража все разложено по полочкам присутствует такой видеоролик который используется в прогревающие воронки в рассылках ну и четвертое мы для себя важно если особенно видеоролики информационные для youtube канала это то что с вами приятно общаться то есть спикер приятный искренний честный он как бы харизматичный просто на него интересно смотреть он хорошо подает информации это тоже тоже важно для клиента примеры видео контента это для знакомства самостоятельного в рамках я все-таки это оставил и информация есть в интернете если что и у нас еще есть видео на канале про это очень подробно и про варианта и для чего и так информационные видеоролики развлекательные полезные а и в информационном видео мы сейчас один из них немножечко рассмотрим я покажу и здесь какие важные моменты информационные видео повторяет 5-10 минут и больше мы считаем что видеоролики локомотива мы так так называем видеоролики которые ну то есть не было видео компании мы хотим упаковать основные преимущества мы знаем основные смыслы которые нам нужно доказать и мы их упаковываем каждый смысл в какой-то один видеоролик раскрывающий или видеокейс и те ролики которые лучше генерят а трафик например где дешевле заявка не видеороликами локомотивами является вот один из наших видеороликов локомотивов 150 рублей подписчик на бесплатный мини курс по видеомаркетингу семь смертных грехов при продвижении в youtube увидел должна быть цель говорил уже такой сейчас момент частая рекомендация что в начале видео мы должны продать просмотр дальше все верно но только есть проблема что мы можем это вступление сильно затянуть то есть мы должны до обозначить о чем будет видеоролик и что человек узнает но не растягивать эти рассуждения на минуту то есть на это у нас есть 20 секунд максимум 30 если что-то нужно объяснить то есть максимально быстро начинать говорить мясо ну то есть мясо мы называем контент уже уже полезную информацию и мы вот реально сами допускаем поэтому вывели в пункт призыв сразу после вступления видеоролика то что тоже не забывать особенность рекламные элементы если мы что-то куда-то ведем можно это сделать сразу после вступления но то что мы хотим сделать захлёст захлёст интригу там что-то подарить в конце или рассказать про важный какой-то момент но это тоже банальная вещь которую вы знаете обозначили важный момент рекламная вставка в середине видео мы часто делаем когда рекламные ролики набор на разные лид магниты закрывающий то есть на разную какую-то полезную информацию за оставление контакта мы делаем 15 секунд на виде ролики рассчитываем что мы их можем искусственно применять скажем на youtube канале выкладываются 10-20 минут на видео и мы в серединку просто ставим рекламный ролик наш не вот как у блогера делает интеграция какие-то рекламные так и мы можем в своем ролике сделать интеграцию по продаже нашего продукта особенно здорово будет если это в тему если есть возможность то внутри видеоролика мы как бы говорим кстати а мы можем рассказать о том как вы можете решить эту проблему или там скачать чек-лист где эта информация разложена по полочкам например и это делать в середине видео не в конце потому что до конца очень много народа не досматривает даже при хорошем удержании также важно в каждом видео всегда помнить что во первых да мы ведем на какое-то действие в середине в конце мы это дублируем призыв еще очень важный момент в каждом видео если мы делаем их несколько на youtube канале и с ютубом работаем мы обязательно должны ссылаться на какое-то другое видео youtube в ютубе по алгоритмам если посмотрели не одно а два видео сразу очень увеличиваются шансы что видеоролики с данного канала будут зрителю показываться повторно мы должны заставить его заинтересовать нажать на другой видеоролик и тоже его посмотреть с канала поэтому мы всегда говорим или о видео а вот на эту тему мы подробнее рассказывали на нашем youtube канале или об этой теме мы скоро снимем видеоролик и он там уже там буквально через две недели тоже выйдет так что подписывайтесь чтобы не забыть то есть если мы призываем подписаться объясняю почему это стоит делать не затягиваем концовку с точки зрения что ну все мы наверное заканчиваем то есть лишних слов не говорим сразу же призыв иначе особенно в интервью начинается такое уже уже там обсуждение конца и до призыва просто дело не доходит люди понимают что все уже конец конец и убегают проверить себя можно посмотрев видеоролик без звука потому что нам важно что присутствовали еще и титры сейчас я в примере мы это увидим потому что звук титры изображения не усиливают друг друга в том числе можно включить звук и отключить изображение и понять то что говорится там все ли понятно по звуку понятно что все не передашь только в звуке но основные вещи должны быть понятны и используемые аудио и видео титры еще очень интересный прием это обобщение в конце когда человек готов досмотреть до конца потому что он знает что в конце будет вывод например в автообзорах самый важный или например в конце будет такой чек-лист того что было видео что просто можно было там стопнуться вспомнить что о чем чтобы немножечко перегрузка да если какую-то полезную информацию даем всплывашки с указателями и призывами это данного такие графический элемент который всплывает при призывая что-либо сделать мы для себя вывели что конечные заставки они увеличивают конверсию вот всплывашки мы честно не тестировали мы их делаем потому что мы понимаем что когда у нас есть и словесный призыв и когда у нас есть еще это в титрах графическая то в любом случае но по логике должно лучше работать но честно мне не протестировали про мне сравнили произносим ключевые слова внутри видеоролика то есть если у нас тема видеоролика продвижение в youtube мы так и начинаем ролик и говорим ролики продвижение в youtube для бизнес-каналов мы сегодня знаем о том-то том-то продвижение в youtube а если теперь видеоролик смотрим я включаю минуту первого может где-то будет протормаживать может быть вернем сейчас посмотрим как лучше прямо вот здесь вот заранее подгрузил но чё-то не хочет немножечко подвисаем сейчас надеюсь должно наладиться так смотрю если у меня здесь видео так тогда открою на диске бизнес погнали 7 популярных ошибок на youtube которые приводят к отсутствию результата для тех кто продвигает бизнес с помощью видео первое непонимание какая цель youtube канала и стратегия у канала могут быть три цели основные например подписка на канал второе это попадание роликов топ чтобы собирать с поиска бесплатные просмотры и третье это переходы на сайт и конвертация клиентов у каждой из этих целей есть свои инструменты для применения если нам нужны подписчики мы в первую очередь задумываемся чтобы на канале был контент серийный полезный и которому человеку интересно вернуться например какой-нибудь live-влог или полезные советы а также сделаем короткий трейлер канала который будет продавать именно подписку на канал объясняю что человек и зритель получит третье это мы будем использовать преимущественно в рекламе google ads discovery формат то есть контекстная реклама все и сейчас побежим уже по моментам ну во первых показываем скринкаст экрана самая легкая быстро если нам нужно что-то объяснить и непонятно лучше это сделать второе это мы в начале видеоролика показываем короткий логотип буквально на полсекунды он работает для запоминаемости но при этом не отнимает время если мы видео ролик в рекламе показываем 7 популярных ошибок на youtube которые приводят к отсутствию результата 7 популярных ошибок то есть произнесение что конкретно для тех кто продвигает бизнес с помощью видео для тех для кого и везде идет смена кадра то есть я нахожусь то в одной части кадра то в другое всплывают какие-то анимашечки какие-то циферки а каждая каждая ошибка когда мы делаем ну там семь восемь ошибок например то люди хотят до конца досмотреть если что-то вначале понравилось при этом мы ошибку номер сейчас звук тогда выключу и пусть он крутится мы ошибку оставляем всегда ну там висеть в крови кадра чтобы человек понимал о чем идет речь то есть мы облегчаем максимальное восприятие дополнительная инфографика самые базовые моменты мы дублируем смыслами обязательно 6 плюс значок слева наверху если мы будем делать рекламу в прероллах инстрим true you in stream формат видеорекламы в ютубе можно сделать тоже логотип водяной знак плашка спикера везде немножечко анимация ну и запоминаемость элемента логотипа который внедряется в это оформление потом сейчас звук включаю в середине ролика как выглядит призыв как он может выглядеть но для этого нужно заранее это продумать если хотите увидеть примеры видео воронок то подписывайтесь на бесплатный мини курс по видеомаркетингу ссылка под видео следующая ошибка не все коротко 10 секунд просто обозначили что для чего куда еще подкрепили титром все и причем эту ставку можно в разные видеоролики один раз создать 4 литмагнида 4 таких рекламной вставки везде это использовать и сильно как бы над этим не париться и главное что мы потом этот призыв в принципе другими словами повторяем в конце видеоролика и вообще вот как раз вот обозначение ошибки везде присутствует на экране но давайте концовку посмотрим роликах то есть на протяжении всего ролика где люди смотрят внимательнее а где не более эффективны не допускайте ошибок и пусть ваш бизнес процветает а если вы хотите получить 15 инструментов видеомаркетинга также возможности аналитики более 10 разных кейсов продвижения бизнеса в youtube подпишитесь на бесплатный мини курс по видеомаркетингу для этого перейдите по ссылке под видео и выберите способ подписки ну и здесь самый главный момент что мы прям расшифровываем конкретные действия куда перейти что нажать что выбрать и не затянули сразу то есть сразу объясняем чем мы хотим вообще от людей как можем вам письма могут приходить на мэй на facebook мессенджер или на вконтакте как он будет удобно пишите и еще такой момент в для ютуба когда делаем мы оставляем там знаю логотип призыв в одной половине кадра одну половину кадра оставляем для вставок конечных заставок то есть сейчас я не будут притормаживать все-таки интернет там видеоролик подписка на канал или квадратный переход на сайт и или мы можем левую часть экрана занять а справа оставить свободное место пол экрана должны быть свободными обязательно ну и плюс там можно стрелочку на подписку добавлять но это такой же дополнительная тема рекламные видеоролики и здесь здесь корень нет нет здесь не рекламный здесь в принципе о создании видеороликов к это ко многому относится к информационным в принципе тоже но больше коротким от 30-15 секунд до минуты ну во первых слишком много внимания история это вот реально распространенная все story telling любят вместо того чтобы показывать продукты делать призыв они увлекаются историей слишком подробно описываем предложения то есть мы затягиваем видеоролик довольно сильно там где-то не нужно то есть моря какая цель например в соцсетей когда мы ведем на сайт нам не нужно рассказывать подробно нам нужно только заинтересовать чтобы человек замотивировался перейти на сайте посмотреть там подробнее на сайте то есть например соцсети это 15 и 40 секунд а на сайте видеопрезентации обычно 100 секунд 120 секунд то что еще более-менее человек может посмотреть и вытянуть чем меньше тем лучше насколько это возможно а видео на странице спасибо или в рассылке когда человек уже с вами познакомился он уже будет готов посмотреть и десять минут если он вообще понял тему ему это реально нужно он хочет узнать о вашей компании продукте что-либо не цепляет первые 10 секунд понятно нет пауз видеоролики это когда монтируется видеоролик такого постоянная говорильня 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 и нету пауз пауз когда у нас например и начинает играть музыка 5-10 секунд и немножечко можно выдохнуть немножечко переварить переключиться зрителю то есть чисто дать моральный такой отдых и вот этих пауз часто не хватает если это короткий ролик они могут быть но 15 секунд пауз точно не будет если это 60 секунд такие паузы но обязательно нужно добавлять а стремиться чтобы видеоролик был об одной проблеме одной целевой аудитории одно решение и лучше с несколько видео снять чем один не продающий видеоролик лучше несколько продающих видео чтобы один кадр это была одна мысль это особенно для графических роликов кто разрабатывается ему нас кстати мы если что скинем видео о том как мы разрабатывали сценарий для графического видеоролика и столкнулись с тем что как раз мы усложняем слишком весь этот процесс и слишком много мысли запихиваем в один слайд и что мы переделывали забываем про закрытие возражений а стандартная тема но почему-то все они забывают что надо рассказывать не про мы а про вы что вы получите вы узнаете то есть у зрителей говорить не растекаемся по древу то есть у нас должна быть какая-то главная мысль и цель то есть часто продающие ролики которые делают и не просто перечисляет 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 куча куча всяких преимуществ наша задача выделить самую главную фишку преимущества offer и все крутить только на доказательство не ее вот это усложнение оно нет смысла в нем и опять же видеоролик графический наш пока не выбрали главную мысль у нас было вот это вот сложное перечисление к нам показываем там знакомым просто не считывается тяжело воспринимать столько сразу информации непонятно что продается бывает такое это имеется ввиду про начало видеоролика что-то там рассказываем о чем продается не совсем понятно или сложными терминами сказали тоже ничего человек не понял естественно дальше смотреть не будет нет бонусов и скидок нет таймера и ограничения по времени насчет бонусов и скидок тоже стандартная вещь если у нас рекламный ролик если мы хотим литген то есть куда-то перевести чтобы оставил заявку в видео без акции работает очень плохо то есть это видео скорее работает на узнаваемость на охвата если мы хотим литген нам нужно что-то внедрять какой-то пинок мотивашку нет таймера и ограничения по времени ну мотивашка ограничение по времени что скоро акция закончится может быть если это можно видеоролики сделать потому что видео обычно делается на большой промежуток времени ну и нет таймера это имеется ввиду в конце видео часто для того чтобы человек принял решение нажал и перешел на сайт если на ю тубе то можно включать такой обратный отсчет до того как человек может успеть нажать на кнопку нет наглядного доказательства результата когда мы что-то говорим получается вода потому что мы не показываем как это выглядит к чему мы приводим какие-то цифры какие-то скриншоты нет связи между блоками когда нету плавного перетекания как бы мысли в другую мысль такой разношерстный немножечко выбивает просто зрителей из клеи а по рекомендациям мы должны уважать клиента и максимально пытаться говорить емко и мало занимать времени а и представить что вы какой-то презентуете проект или вам может специалист выслушать вас пять минут или там две минуты и не больше и вот так мы пытаемся это формулировать и говорим максимально разговорно и и это прям беда бедой вот это разговорный язык очень сложно пишем желательно почему кстати хорошо когда делают кто-то другой сценарий пишет не внутри компании после внутри компании все слова кажутся экспертные они кажутся все знакомые простые а для обычного пользователя клиента он этот язык просто непонятен и со стороны легче и то сложно но легче переводить это на очень простые фразы и желательно очень маленькими предложениями то есть какие-то приложения депричастные обороты всякие такие вещи их вот реально голосом не говорят вот надо как вот человек бы сказал вот так желательно и писать и еще делать так чтобы это было под разговором как бы под клиента то есть клиенты бывают разные если мы под под бизнес или каким-нибудь айтишником и можно говорить терминами они поймут и собственно это их аудитория если мы рассказываем сейчас делаем для строительства дорог у них аудитория это такие мужички при деньгах загородные дома они могут и такие с животиками пивка пьют зарабатывают много но при этом они очень просто говорят они простые они могут там прихвастнуть выражаются и мы можем мышечка с такими вот приколами вот на таком языке примерно с ними разговаривать видеоролики ну естественно важно искренность вообще в ютубе искренности на первом месте если и не будет это провал чтобы там не было дальше простые короткие предложения разной длины но это такое уже это уже мелочь усложнения немножечко ритм можно выстраивать за счет короткой чуть подлиннее в целом они должны быть короткими всегда представляем визуализацию или пишем по-другому это когда то есть когда мы пишем текст мы должны понимать что мы будем в этот момент показывать если мы не понимаем что мы будем показывать значит мы должны как-то по-другому сформулировать или написать то что где мы визуализацию ты видим где акценты для диктора такой тоже момент когда диктору например скидывают тзшку то и иногда это не может продакшн понять то есть иногда это скорее вот от компании человек который понимает где нужно сделать акцент где самое важное вот в этом смысле и нужно написать обязательно диктора где эти акценты где нужно выделить какие слова или для ведущего очень крутая штука это читаем вслух просто берем текст и че прочитываем его вслух даем знакомым пусть они читают и вот где мы вслух проговариваем обычными словами спотыкаемся это прям явно чувствуется что-то вот не сошлось значит здесь какие-то проблемы нужно написать более аккуратно проще разбить обычно это разбивка на несколько предложений это вот повальная обычно это сокращение идет главное решение проблемы вашим продуктом не нужны пустые фишки и свойства то есть мы главное решение тоже начинает уходить в описание свойств хотя на самом деле важны выгоды свойства уже потом пойдут на следующем этапе если там при общении с менеджером что-то там нужно будет дополнительно рассказать насыщенная картинка нет мелких деталей титров это нужно рассчитывать и понимать что смотрят в мобильных устройствах в мобильных устройствах особенно на солнце или там маленькая яркость мы не увидим мало контрастное изображение мы хуже увидим если не насыщенная картинка насыщенными цвету по цветам яркая также мы не увидим в мелких деталей то есть всегда когда адаптируют видеоролики мы делали так несколько раз для рекламных роликов для телевидения для ютуба нужно брать более крупные планы то есть надо если переснимать нельзя это прямо приходится немножечко кропать иначе просто не совсем зритель поймет о чем идет речь крупные планы титры тоже мельчат в титрах нужно понимать что они должны быть крупнее что они должны быть понятны если мы вертикально видим видео но короче на показывается на треть нашего мобильного устройства про это не забывать есть смысл делать видео вообще в принципе когда потому что все-таки это потратить надо время если самостоятельно заплатить деньги если кому-то полностью под ключ делегировать а если мы хотим показать проще и понятнее видео формат forever если есть что показать визуаль визуализация определенную вас продукт визуальные видно как выглядит оказание услуги это любая предметка товарка квартиры там строительство вот все 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 визуально ну и плюс там проще и понятнее если мы какую-то сложную схему можем объяснить через инфографику графику мы можем тоже опять же лучше сделать видео текст должен не продавать объяснять очень нам это помогло один раз мне кто-то сказал просто все время правило перед собой там держишь мы не продаем мы объясняем то что когда мы продаем это отталкивает когда мы объясняем мы эксперты как в продаже собственно принцип здесь лучше опять же это при написании текста используется выгоды в цифрах ценность должна быть выше цены мы всегда должны об этом помнить когда мы пишем текст но в принципе это близко к стандартному копирайтингу но это те моменты которые особенно применимы к созданию сценариев текстовом видеоролик и у нас осталось немножечко времени все что я успею это показать схему как мы делали видео упаковку для гараж тег то есть скажем мы хотим привести клиента и мы разбили наш наш клиент двигается по воронке то есть касается с компанией на определенных этапах и мы должны захватить его контакт как главная ценность каким-то способом впрямую так вот гараж за миллион тяжеловато что поставили заявку поэтому мы делаем рекламные видеоролики формата в 15 секунд и 40 секунд на разные лид магнита 15 секунд это формат мы также используем непропускаемой рекламы в ютубе то есть человек по любому в виде рекламе посмотрит все 15 секунд и 40 секундный формат когда человек может через пять секунд после начала видеоролика в рекламе true view in stream видеоролик пропустить то есть обычно на схема такая и у нас есть чек-лист по трансформации гаража трансформатора у нас была коллаборация трансформатором и здесь как раз по его проекту есть некий чек-лист и для этого сделано посадочная страница дополнительная подписка на гаражную рассылку где мы делимся полезной информацией как раз те видеоролики которые были созданы они как последовательно раскрывают всю эту тему делятся полезными советами бесплатная консультация и первый продукт самый дешевый а это дизайн проект который уже мы продаем и мы ведем с этих видеороликов напрямую на данные лид магнита мы ведем их во время там те кто были на сайте но не оставили заявку кто бы смотрел youtube канал но не подписался и не перешел на сайт ну или холодная аудитория это отдельная тема огромная куда можно таргетироваться плюс шестисекундные видеоролики как как напоминание короткое просто напоминание бренде и видеопрезентация 100 секунд для сайта для увеличения конверсии сайт ну и трейлер канала так выглядит сценарий когда у нас есть закадровый текст визуализации прописаны титры которые друг друга дополняет то есть это очень упрощенный сценарий но как миру до его достаточно для данных задач если создавать такие видеоролики и а и сейчас я покажу видеоролики вот по этим лид магнитом сейчас придется вернуться нам в ту папочку где мы были наши просто в четырехчасовой нас очень много примеров сожалению сейчас нет возможности только такие базовые по гараж-теку покажем то есть например трансформатор так открываем 40 секундный видеоролик который закрывает на чек-лист по трансформатору и вообще посмотреть как происходит трансформация гаража от трансформатора мечтаете о новом удобном гараже или хотите навести порядок старом мы трансформируем любой гараж даже гараж трансформатора проследите обустройство гаражного пространства для дмитрия портнягина на сайте гараж тек в реальном времени мы сделаем гараж полноценной комнатой дома и универсальной территории на которой можно не только хранить все необходимое но и готовиться к путешествиям а вернувшись из них делиться впечатлениями с друзьями создадим гараж способный адаптироваться под растущую семью оставалось удобным и функциональным ну и здесь такие моменты важные в рекламе google ads у нас вот здесь слева внизу отображается призыв и кнопка поэтому именно здесь мы держим появляется логотип в конце призыв некая направленная стрелочка здесь у нас будет кнопка ну и еще раз повторяем логотип для запоминаемости ну поэтому видеоролику можно сказать опять же динамика важные смыслы про не совсем про продукта про выгоды если что можно будет там на записи там пересмотреть его сразу 15 секундный формат 15 секундный формат и вот такой же формат но сокращенно мы тестируем и одно и второе чаще срабатывает лучше на холодную аудиторию длинные форматы потому что наверное больше информации добавляется 15 секунд и скорее вторым шагом или на ретаргетинг трансформируем гараж трансформатора 82 квадратных метра шесть этапов работы более ста аксессуаров и море полезной информации переходите по стеке чтобы увидеть как создается идеальный гараж и узнать как сделать свой гараж ну и можно сказать что этот видеоролик был самый неудачный хотя его показываю тут наверное повлияла репутация тоже трансформатор какой-то степени а если сравнивать с другими видео с другими лид-магнитами и здесь обратить внимание стоит что у нас есть анимированная немножечко стрелочка указывающая вниз на протяжении всех 15 секунд опять же логотип для запоминаемости здесь логотип а и призыв короткий то есть все время это прям мозолит глаза но в кадр человек понимает что он может нажать в течение этих 15 секунд еще что еще что и есть еще вертикальный формат он делается для то есть по сути мы в то что есть видео мы просто вгоняем в этот формат добавляем сверху чтобы запомнился логотип единственная здесь была ошибка проведи вверх мы текст месяц нет версии мы убрали потому что там есть кажется текст и так в самой самой рекламе но еще момент что мы титры которые наверху не приближаем к верхней части потому что здесь отображается логотип и название instagram instagram аккаунта то есть там будет просто будет накладываться аккуратней и то же самое например на дизайн-проект или на рассылку он давать что-нибудь одно откроем узнайте каким может быть ваш гараж с дизайн проектом под гараж так мы учтем все особенности помещения и составим реалистичную 3d модель вашего идеального гаража закажите дизайн проект и получите готовое решение уже через несколько дней так окей и завершая 1951 уже смотрите но я это оставил не был уверен что мы это успеем поэтому в принципе оставил примеры структуры видеопрезентация мне очень понравилось как это сделал например если вы продаете какой-то инфопродукт это видеоролики долгие но которые планомерно аккуратненько раскрывают почему стоит подписаться на курсы очень искренне очень просто и вообще все о чем мы сегодня говорим это ну скажем бюджетно легче в реализации но при этом не может быть не менее эффективно то есть можно показать их там и крутые ролики и такие видеоролики на такие они более востребованные об этом речь и здесь есть три варианта презентации а на разные продукты и плюс структуру видео для продажи онлайн курса то есть можно всегда посмотреть структуру посмотреть примеры видеороликов например 3d max у нас заявка по 100 рублей было это уже можно сделать самостоятельно и такой бонусик на самом деле у нас есть такой 10 этапов по структуре видеоролика подробно расписаны но из него самое интересное так как получить внимание зрителя и здесь то есть с чего видеоролик начать чтоб зацепить внимание даже важный вопрос все говорят 10 секунд первые нужно зацепить внимание потом даже целых в 5 секунд нужно зацепить внимание каким образом вот обещание мы обещаем сейчас вы узнаете как научиться подтягиваться 20 раз нуля всего за 30 дней уложились пять секунд в этом видео расскажу вам как за два месяца вы сможете получить удобный красивый гараж как за моей спиной но тут картинка должна работать доказательства можно даже так разговорно говорить подписчик всего за 4 рубля интересно ну кому нужна целевой аудитория введите скриншот вот такое обращение 200 подписчиков за два дня по 4 рубля в этом видео мы расскажем каким образом вы сможете этого добиться самостоятельно ну дальше уже любопытно посмотреть дальше история мне 30 лет стори теллинг даже дливое утро не выйти из дома из режима самоизоляции чем же мне заняться и дальше можно уже как бы мы ввели в историю это еще совокупности как бы все это переживают и подцепились к этому рассказываем дальше уже там у продукт чем предлагаем вопрос но здесь вопросы такое так вопрос на который человек реально может ответить и готов отвечать может быть такой более жизненный то есть вы когда-нибудь задавались вопросом почему некоторые люди всегда позитивно и радуются жизни но как это возможно поддерживать постоянно эту энергию ну реально то есть кто с этим сталкиваться ну да есть такое и дальше он уже начнет слушать продолжать то есть вот через вопрос разрыв шаблона этот человек висит вниз головой говорит у вас тоже переворачивается все в голове когда вы видите такой бардак в гараже ну и дальше он переворачивается крутой гараж и так далее ну такие вот несколько примеров все мы закончили и я напоминаю что пишите в telegram или ватсап на телефон я вам могу скинуть я вам скинусь полезные ссылочки и скину статьи и видеоролики по сценариям всем ну и также бесплатный мини курс по видеомаркетингу смотрите наш youtube канал всем удачи в развитии